Всем здравствуйте! Сегодня я вам расскажу про жизнь и творчество писателя и лектора Дейла Корнеги. Дейл Корнеги – лектор, педагог, психолог и писатель. Он создал теорию психологии общения, стал автором собственной концепции бесконфликтного общения. Он умел простыми словами объяснить самые сложные вещи. Он говорил, что если верить в свой собственный успех, то он обязательно придет. Он – Дейл Корнеги, основатель теории общения, человек, имя которого до сих пор не дает покоя людям, изучающим психологию общения. Родился Дейл Брэкенридж Корнеги, настоящее имя писателя, 24 ноября 1888 года в небольшом городке Мэривилл, штата Миссури, в бедной семье фермеров. Отец Джеймс Корнеги и мама Аманда Харбисон владели небольшой фермой. Жили они очень бедно. Детские годы остались в памяти мальчика, как сплошное нищенское существование. Дейл был еще совсем маленьким, когда его уже начали привлекать к труду на ферме. Отец, старший брат и сам Дейл трудились в поте лица на ферме. Несмотря на бедность, образование Дейл получил неплохое. Уже в школе учителя обратили внимание на то, что Дейл Корнеги очень коммуникабельный. В раннем возрасте проявились у него и ораторские способности. С одноклассниками он всегда правильно и спокойно вел себя. Мальчику нравилось общаться и публично выступать. И при этом он всегда старался отстаивать свою точку зрения. Уже после школы Дейл Корнеги продолжил обучение в педагогическом колледже в Уорренсберге. Во время учебы Корнеги наблюдал за своими сокурсниками и пришел к выводу, что особенным уважением пользуются два типа студентов. Те, кто занимаются спортом и те, кто участвует в различных дискуссиях. У Дейла не было особенных атлетических способностей и спортивного телосложения, поэтому, чтобы побороть свои комплексы, он записался в колледже в дискуссионный кружок и очень быстро достиг там успехов. Он с головой окунулся в новое занятие, которое пришлось ему по душе. Он весьма удачно выступал на заседаниях дискуссионного кружка. Он стал уверенным в себе и избавился от низкой самооценки. И в какой-то момент он даже почувствовал, что его ждет большой успех на ораторском поприще. Уже через год занятий молодой Корнеги побеждал во всех конкурсах, связанных с публичными выступлениями. А многие сокурсники стали обращаться к нему за помощью и просили позаниматься с ним. Но в 1908 году Дэйл не сдал экзамен по латыни и принял решение бросить колледж. От этого он ни капли не расстроился, потому что давно понял, связывать свою жизнь с преподавательской деятельностью ему не хотелось. В дальнейшем Дэйл Корнеги искал себя в трудовой деятельности. Однажды он устроился в фирму под названием «Armen & Company» в качестве торгового агента. Он занимался продажами мыла, масла, бекона, сала. Район сбыта продукции был весьма обширным и доходил до бесплодных земель Южной Дакоты. Ему приходилось очень много ездить в поездах, верхом на лошадях. Дэйл побывал в тысячах домах. Он общался с людьми, наблюдал за ними, делал определенные выводы. А по ночам все это записывал. Так появилась первая брошюра Дэйла Корнеги. Сборник полезных советов. Она была издана, но продалось лишь два экземпляра. В 1911 году Дэйл открыл свою собственную школу по преподаванию риторики и сценического мастерства. Вскоре он начал путешествовать со своими лекциями по стране. Одновременно с этим он писал и публиковал эссе на различные темы. В октябре 1912 года он набрал свою первую группу в Христианской ассоциации молодых людей. Дирекция платила ему 2 доллара за одно вечернее занятие. Прошло несколько месяцев, и курсы набрали такую популярность, что ставка лектора увеличилась с 2 долларов до 30. Его слушатели, взрослые люди, шли на лекции отнюдь не для получения сертиката. Им нужна была помощь в решении житейских проблем. И Дэйл давал им необходимые советы. Он учил их избавляться от стеснения, продвигаться в бизнесе, обретать уверенность в себе, ставить цели и добиваться их. Самое главное, что и самому Карнеге эта работа приносила невероятное удовольствие. Вскоре слава об уникальном лекторе дошла до соседних городов, его стали приглашать другие центры и ассоциации. В процессе своей преподавательской деятельности Дэйл разработал систему обучения, общению и коммуникабельности. Эта система оказалась уникальной, и Карнеге официально узаконил свое авторство. В 1926 году издали его первую книгу «Ораторское искусство и оказание влияния на деловых партнеров». Из вопросов, которые задавали его слушатели, Дэйл определил круг наиболее волнующих людей проблем. Так в его лекциях появились новые темы. А в 1936 году была опубликована следующая книга «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Она имела бешеный успех. В течение первого года продали миллион экземпляров. В дальнейшем она побила все рекорды. Только в США было продано 5 миллионов экземпляров в течение 10 лет. Книга признавалась бестселлером. Ее перевели на множество языков. Автор стал известен на весь мир. Выхода следующей книги люди ждали с нетерпением. В 1948 году было издано еще одно знаменитое творение «Как перестать беспокоиться и начать жить». В книге давалось множество советов, «Как противостоять многочисленным страхам, избавиться от излишней тревожности и мнительности». Вообще, советы Карнеги помогли многим. В целом, из-под пера автора вышло 7 полноценных книг и множество заметок, эссе и статей в различных журналах. Еще одной книгой, ставшей наиболее значимой в творчестве Карнеги, стала книга под названием «Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично». Здесь писатель, тонко чувствовавший ноты психологии человека, помогает побороть страх перед выступлениями на публике. Популярность его жизненной теории была невероятной. В одной из нью-йоркских газет Дейл даже вел свою колонку, где читатели задавали ему вопросы, а он им отвечал. Карнеги создал институт эффективного ораторского искусства и человеческих отношений. Его филиалы сейчас имеются по всему миру. В Сент-Луисе существует университет Дейла Карнеги, а созданная им компания на сегодняшний день является международной организацией. Под конец жизни Дейл Карнеги, который помог многим людям обрести гармоничные отношения, друзей, возлюбленных, славу, остался один на один со своими болезнями. Он страдал от болезни Ходжкина, которая к тому же усугублялась почечной недостаточностью. В ноябре 1955 года великого мастера слова не стало. После него остался огромный пласт его работ, увековеченный в книгах. На этом я заканчиваю историю про Дейла Карнеги и хочу всем сказать спасибо за внимание. Продолжение следует...